Привет, друзья мои и другие френды! Я в Багудонии. Багудония! Красиво звучит, да? Развилка, можно налево по дороге, а можно по красивой тропе. Наверное, лучше по тропе. Пошел по таинственной тропе. Она привела еще одну таинственную тропе, которая упирается в забор. Она упирается в забор, хотя на карте есть проход. Это не очень просто без подготовки, без гида гулять по Багудонии, потому что постоянно заходишь в такие вот тупики, и куда идти дальше не очень понятно. Вот еще одна тропа, и же не видно море. Азовское. Сюда можно спуститься, но наверняка тупичок. А тут что-то совсем тропа-тропа. Вот, наконец-то я вижу Азовское море. Разросло вокруг паутины, все в паутине. Наверное, вечером это смотрится. Очень непечательно. Кто поставил здесь машину, потом не обижайтесь. Очень правдиво говорят. А вот нужно поставить машину и сесть вот там в кресло. Там из этого прекрасного кресла открывается отличный вид, но пахнет не очень. Видимо, вся канализация Багудонии вот таким вот образом выходит прямо в Азовское море. С одной стороны Багудонии какой-то то ли завод, то ли порт. А вот здесь вот, видно, справа Багудония начинается. Чисто по наитию. Можно идти вдоль вот таких стен, обрывов. И надеется только на удачу. И на то, что где-то вот за таким забором будет очередная тропа, которая приведет к морю. Я пытаюсь спуститься к морю, но пока... Пока мне не очередь этого удается. Приходится постоянно возвращаться из очередного тупика. И искать себе новый путь. Хотя море вот оно. Где-то там. Вот очередная узкая тропа. Какие-то то ли двери. Нет, это не двери. Это, наверное, как-то поддерживает все это. Все это. Все эти сооружения как-то поддерживают землю, чтобы она не расползалась. Что это? Колонка. Ну, красиво, знаете. Вот там паутина. Паутина, паусина. Все за сло паутиной. Короче, непросто гулять по Бугдонии без специальной подготовки. Надо подготовиться получше. Но вот если вы посмотрите этот ролик и попадете в Бугдонию, вам будет гораздо легче, чем мне. Я совершил за вас этот первопроходческий подвиг. Все-таки надеюсь, что скоро, очень скоро окажусь возле моря. Такая выложенная камнями тропа. И морем уже все больше и больше пахнет. Так что я думаю, что скоро море мы увидим. Да, я тут не один турист. Плещеса моря. Но я сейчас смотрю не на море, а на фавелы. Фавелы, как в Мексике, или там в Рио-де-Жанейро. Я был в Мексике в фавелах. И они, в принципе, похожи на эту рыбацкую деревню в Тагадроге, основанную в конце 18 века. Бугдония. Само название Бугдония. И, конечно, сразу, вот если бы Михаил Задорнов был жив и сюда попал, то он бы, конечно, сделал выводы, что Богу дано, вот это вот все, рыбаки вот это все придумали, чтобы, как бы, рыбу ловить. Но нет, нет, был основной поручик Богудон, фамилия такая была, Богудон, который в конце 18 века основал здесь рыбзавод. Причем, вот, сложно понять, как можно было, что можно было делать на рыбзаводе в конце 18 века. Что такое могли сделать? Холодильников не было, наверное, да? Как это все было? Есть прекрасный стульчик, но как-то не хочется на него садиться. Он весь, опять же, в паутине. Уж не знаю, что здесь за такие пауки дикие. Я вот посижу, наверное, на этой лестнице, где таких, как я, написано, входа нет. Несмотря на то, что в конце 18 века не было холодильников, здесь вырывали пещеры. Холодные пещеры, где, видимо, и хранили вот ту самую рыбу. И это до сих пор приводит к совершенно неожиданным провалам. В 2014 году пять домов просто ушли под землю, рухнув с берега. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Нет, это очень нехорошо, вот ловиться к кому-то. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы здесь живете прямо, да? Нет, я не знаю. А что за место? Дорогоник называется. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Альпичная колонна вода. А-а-а, не, я понял, это... Выглядит очень пафосная. Но это похоже бешок цемерта просто. Так и есть. А это, наверное, кусок стены какого-то здания, которое смыло в 2014 году или раньше. Дальше, говорят, тут стояла стена, и она храждала Бугудонию от моря. Вот, может быть, то место, которое смыло в 2014 году. Спросить где у кого? Бугудония не вечно, ребята. Хотите увидеть это 8-е, 9-е, да, 39-е чудо света? Срочно, срочно давайте стагодроб. Только что объяснил этим туристам, как попасть наверх. Они, видимо, вышли с другой стороны и тоже бродят, смотрят прекрасную Бугудонию. В 2020-м здесь прошел такой нормальный пожар. Кто-то в шок, часть Бугудонии и собана загорелась. Ну, конечно, по версии, по основной местам посидения, места прекрасные у моря. И наверняка вот не только собачкам бы не нужны, наверняка эти места кому-то приглянулись уже давно. И что-то здесь построено. Бугудония, на мой взгляд, жить осталось. И шестовать на берегу Озовского моря очень не долго. Здесь натянута цепь. Ну, не ругайся, не ругайся. Ну, что ты ругаешься? Хорошая, хорошая собачка. Хорошая собачка. Хорошая собачка. Не ругайтесь, я турист. Я просто турист. Я пофотографирую вас и пойду дальше. Я турист, иду дальше берега Озовского моря. Вот Бугудония, которая в интернете, которую вы видите в фотке, она вот вся вот там, где я вошел. Там примерно 2-3 фотографии, которые, в общем, обозначают для людей все Бугудонию. Здесь с этой стороны заросли, собачки, закрытые тропы, калитки и особо не пройдешь. А внутри шастать, ну, у меня вот нет столько времени, чтобы там провести. И желали особого нет, чтобы провести особую разведку. Вот, например, какая-то тропа, я попробую сейчас по ней в кусты подняться, просто чтобы посмотреть, что там. Это таинственная каменная тропа, которая, боюсь, приведет меня тоже к таким же собачкам, лестницам. А да нет, так интересно. Вот еще этот дом, очень интересный сказочный домик, такой, красившийся. Все, конечно, вот эти вот камни, если подумать, то, видимо, это развалины, развалили прошлые Бугудонию, времен ее расцвета, возможно. Бугудония сегодня выглядит так много пугающе и загадочно, но вечером я бы десунулся, наверное, тем более к собачкам это. А в интернетах написано, что фашисты во времена оккупации боялись сюда залазить, типа боялись партизанских отрядов, но я думаю, что там и бандитин в то время в этом районе был достаточно залазен. И, возможно, не только при партизанской оккупации, а вообще скрываться тут после, в общем, неплохо, и сегодня, наверное. Дальше, друзья мои, другие френды, вот по этим камешкам мне скакать уже не хочется, тем более, что так особенно вот этой прекрасной бугудонской архитектуры я и не вижу дальше. Так что, наверное, на этом наша экскурсия по Бугудонии будет закончена. Сейчас попробую перепрыгнуть на последний камень. Смелым надо быть, чтобы ходить по бугудонии и прыгать по ее камням на берегу прекрасного Азовского моря. Вот можно убедиться и посмотреть, как, в общем, рискуют те бабушки и дедушки, которые остались еще в бугудонии, что, в общем, может произойти с любой постройкой на этом берегу. Несколько столетий тут жили люди, видимо, несколько столетий море брало свое, смывало какие-то куски вот этих человеческих построек. Вот, например, глиняный черепок, обработанный морем. А вот эти красные камушки, это кирпичи, обработанные морем. Кирпичи, видимо, от прошлых построек в бугудонии. Когда-нибудь в море вот эти бетонные блоки обработает. Если по доброй российской традиции сюда наконец-то придет какой-то инвестор и не разберется с этим совсем, не построит здесь отелей. Когда это будет, мы не знаем. Мы не смотрели планы мэрии Таганрога. Я уверен, что у кого-то такие планы уже змеют. Черный необычный камень, а так развернешь и понимаешь, что, видимо, после пожара обгорел кирпич. Вот если внутри шататься в бугудонии, а не по берегу, то какие-то последствия пожара постоянно можно обнаружить. Явно вот это вот сгорело. В тени немножко надпись, но переведу. Граждане, по случаю пожара проводится расследование. Категорически запрещено трогать и перемещать имущество домовладения. Строение находится в аварийном состоянии. Нахождение на территории домовладения запрещено. Опасны для вашего здоровья возможны травмы и увечья. Берегите себя и свою жизнь. Ну, это всегда было рыбацкой деревней, как говорят. Вот об этом сейчас, чтобы побегали брошенные сети рыбацкие. Такая вот она бугудония, реально не очень большая. Всю ее можно по берегу погулять. Буквально за 5-10 минут. Это если еще останавливаться, фотографировать, съемки какие-то делать. И вот эта вот здесь она то ли начинается, то ли заканчивается. Обычно вот эти вот фотки вы видите, набирая в интернете бугудония. Ничто не вечное мы, конечно, должны понимать. Когда-нибудь бугудония исчезнет. В современной России происходит это довольно быстро. Инвесторы, думаю, на такое прекрасное побережье с такой историей вполне могут отойтись когда-нибудь. Не говорю, что завтра или послезавтра. Так что торопитесь, торопитесь. Посидеть на этом стуле вам осталось, ну, может быть, несколько лет. Вот можно посмотреть, как укреплялась стена. Да, в принципе, такое. Практически железо готово. Живут здесь люди. Вот открыты двери. Там видно, как в кухне что-то пристает. Кто-то же замостил вот эти дорожки. Скользкие камни. И типа они мне просто... Кто-то же вот такую масштабную вывозил. Проникаюсь вложением каким-то зодчим. Редко встретишь кого-то, кто похож на местного жителя. Если встретишь, то говорить как-то. Поговорить как-то не то, что прямо очень хочется. И то, что такой прохожий намерен с тобой поговорить. Покидаю прекрасный берег Бугудони. Хватило мне на нее, ну, может быть, часа, не больше. И вот выхожу обратно вот этими лабиринтами туда, где припаркована моя машина. Ставьте лайки, пишите комменты, посещайте Бугудонию. Подписывайтесь на мой канал. До свидания, друзья мои. Ну и другие фэнды. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok